Добрый день, уважаемые трейдеры! Фондовые рынки возобновили рост на прошлой неделе на фоне бычьей оценки экономики США председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом и позитивных данных. Рынок США зарегистрировал закрытие на новых максимумах после комментария советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, что сделка первой фазы между США и Китаем к концу года все еще представляется возможной. S&P 500, Dow и Nasdaq зарегистрировали новые рекорды выше их соответствующих двухсотдневных скользящих средних после незначительного отката. S&P 500 восстановился на 1%, восстановив потери предыдущей недели на 0,3%. Индекс доллара США ICE вырос на 0,02% за неделю. Все, кроме Hang Seng, из шести крупнейших индексов развитых рынков выросли на прошлой неделе. Nasdaq лидировал, он восстановился на 1,7%. 3 из 6 основных валютных пар изменили динамику предыдущей недели. Диапазон еженедельных колебаний основных валютных пар сузился. Фунт был лидером по процентному изменению, увеличившись на 0,8% по отношению к доллару США. На этой неделе Резервный банк Австралии и Банк Канады объявят свои решения по процентной ставке во вторник и среду соответственно. Ожидается, что оба центральных банка будут придерживаться своей стабильной политики. Отчеты по индексам менеджеров по закупкам ICM в США в понедельник и среду, а также данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу являются основными событиями, которые могут повлиять на рынки на этой неделе. Развитие торговых переговоров между США и Китаем также будет в центре внимания. На этом все, увидимся на следующей неделе!